Всем привет, и самая важная персона Александра Озград. Я очень извиняюсь, если будет очень плохое качество в видео, а там, например, шума или что-то еще. Потому что сейчас такой период, что нормально как-то камеру поставить при вот-вот-вот-вот таком вот освещении невозможно. Мне не нравится лично эта полоска. В принципе, хули я выебываюсь, у меня всегда ужасное качество видео. Да, у меня здесь на фоне куча одежды. А шо вы хотите? Негде поставить камеру, чтобы я могла нормально снять видео. Так что наблюдайте на мой бардак. И вот я так для красоты Витя тут поставила неон. Сегодня у нас тема для видео. Ха, то, которое вы очень сильно любите. Не поверите, какая? В принципе, в смысле не поверите? Вы же видели уже превью. Последние покупки из секонда за последнее время. А с последнего видео прошло где-то чуть меньше, чем полгода. Я надеюсь, я ничего не забыла, в общем, собрать. Вот такая вот коробка будет одежды. И тут не все, потому что тут еще есть одна пара обуви. Но вы эту уже увидите в конце. Те, кто с инстаграма, вы уже ее видели. И вы даже видели, как я ее восстановила. Кстати, превью не кликбэт, если что. Начнем из самого такого красивого, яркого. Энджи! Видите, что это? Знаете, что это? Сейчас увидите. Это шкатулка. Вот я сюда влепила все свои украшения. Тут нет ни серебра, ни золота. Не переживайте. Хотя нет, подождите. Тут где-то должна быть одна цепочка из серебра. Все. Единственное серебро и единственное золото. Помню, как мне писали комментарии под видео. А, боже мой, Саша, это что, кольцо? Не переживайте. Это кольцо мне подарили, когда мне было 14 лет. На мой день рождения. И только сейчас я соизволила надеть на себя настоящее золото. А не вот эту вот всю паленку непонятно. Вот это вот. Вот эти вот все цепи. Какая вот девочка-припевочка. Видите? Хочу еще водить татушки. Волосы отрастила. Золото начала носить. Что дальше? Детей, что ли, захочу родить? Потянула эта шкатулка на 150 гривен, если я не ошибаюсь. Тут я не все цены помню, если что. Но я просто помню, что она была 150 гривен. Потому что это было, ну, тоже на вес, но это было не как БУ, как секонд. Это был как сток, как эксклюзив. Я такая, блядь, 150. Ну, такая именно ж по-любому будет дороже. И мне шкатулка давно нужна была. А шкатулку какую-то типикал деревянную, простите, я не очень хочу. Кстати, что по поводу шкатулок. Я вам нашла классную шкатулку. Всего в среднем за 600 рублей. Там, где много разных отделений для колец, цепочек, сережек, браслетов. Да, сори, это не сердечко. Она не розовая, это не Энджел. Помимо нее, я нашла только что, буквально перед этим видосом, это маленькая шкатулочка, чемоданчик для хранения карточек. Вы, естественно, не знали, но теперь знаете. Я не могу пойти в магазин или в аптеку, не взяв себе какую-то карточку. Еще помимо этого всего, я нашла классные спортивки. Наконец-то более-менее качественные. Еще классная чечень. Прямоугольные. Мои прямоугольные уже ломаются, поэтому нужно заказывать все новые. А эти еще классные, с такими дужками широкими. И с прикольным таким маленьким колечком, типа персингом. Всего за 590 рублей. К чему я веду? Я веду к тому, что у меня есть для вас промокод на скидку 250 рублей, на покупку от 500 рублей. Поэтому эти ссылочки и этот промокод я оставляю его обязательно в описании. И на минуточку, Новый год уже не за горами. Поэтому сейчас на Алиэкспрессе начинаются бешеные распродажи. Так что вам мой промокод еще охренеть как пригодится. То есть там распродажи, тут еще промокодик. У меня есть для вас еще, кроме промокода, список новогодних подарков. Так что ссылки на эти товары, которые я вам только что показала, будут в описании. Ссылки на новогодние подарки и промокод тоже. И самое-самое главное, естественно, это действует только для новых пользователей. Либо для пользователей, которые еще ни разу не делали покупки на Алиэкспрессе. Приятных покупочек, но сначала досмотрите мой ролик. Следующее у нас. Это такие вот домашние кражевные шортики. Простите, в этом видео белье на себе не покажу, потому что YouTube заблочит. А так хотелось. И они полностью нулевые. Я когда их увидела, я сразу же в них влюбилась. Потому что я себе давно ищу подобные шорты для дома, чтобы носить. Они еще такие типа шелковые. Или это не шелк. Я не ебу, я не разбираюсь, простите. Но они мне недостаточно высокие на талию. То есть они мне и не на бедра, потому что стрёмно выглядят. И до талии, ну, такое. И в итоге оно у меня не ровно так стоит, а вот так вот. Вот, кстати, сразу, сразу, вот это вот хочу вам показать. Последняя моя покупка была из секунда, если не ошибаюсь. Свитшот Adidas. Потянула на 100 гривен. Так вообще где-то на 105, но у меня на карточке были бонусы. Я копейки, короче, сняла. И оно, короче, на 100 гривен потянуло. Я давно себе хотела какой-то свитшот Nike. Ну, так как я нашла Adidas, ну, блядь, пришлось купить. И зато у меня к этому свитшоту есть еще штанишки классные Adidas. Но прикол сам не в том, что это Adidas, блядь, как. Что это вообще со мной случилось? На спортивочки перешла. А, Озгард, что за Nike, что за Adidas. На самом деле, у меня спортивки всегда нравились. И у меня уже как несколько лет есть свитшот Рибок, монтажный. Короче, вот такие вот штаны. Самый прикол в них тот, что тут вот расстегиваются пуговички. Я себе очень-очень-очень давно хотела найти подобные штаны, которые так расстегиваются. У них есть, естественно, минус. Тут есть маленькие красные пятна краски. Я сначала думала, что это кровь. Но это не кровь. Сейчас я еще найду вот. На свой страх и риск я решила их взять. Тем более, они всего на полтину стоили. Я их побрею, потому что есть немножко катышки. Красную краску я уберу растворителем краски. Я надеюсь, получится. И там, где на кнопочках, вот, на пуговицах лопнула краска, я закрашиваю это все. Проблемы не вижу. После того, как я реставрировала обувь, боже мой, вы бы знали, какое у меня настроение шить и реставрировать обувь. Дальше такая вот милая штучка. Ой, сейчас, наверное, шумы будут. Короче, не буду ее на себя надевать. Вот. Я ее взяла для того, чтобы убирать волосы. Одна для умывания у меня будет, а другая для того, чтобы я красилась. Следующее. Я очень редко тащусь по каким-то трендам. Видимо, я в натуре выросла просто. Вот самое классное. Сумки-багеты. Я не знаю, можно ли отнести эту сумку к багетам. Ну, во-первых, название просто топчик. Во-вторых, вы только посмотрите на эту сумку. Она мне стоила всего полтину. И она полностью нулевая. От слова совсем. Дальше. Джинсы. Решила в последний момент все-таки померить эти джинсы, потому что я очень переживала, что они будут не на меня. Они на меня, но чуть-чуть впритык. Они мне не то, что жмут в жопе или где-то еще недостаточно талия опять высокая. Мне мой мч говорил, нахуй тебе эта хуйня. Она... Посмотри, как это стрёмно выглядит. А потом, когда я надела, так... Ну, неплохие, блядь, штаны. Следующее. Понемножку начинают вещи попадаться такие, которые мне нужно будет переделать. Это такая вот юбка. Она практически на меня идеальна в талии. Она чуть-чуть небольшая, но это не беда, потому что можно вшить ту же резинку, например. Я не ношу настолько длинные юбки. Если бы я и носила такие длинные юбки, то только легкие какие-то. Я эту юбку, думаю, подшить. Хочу ее сделать короче. Вы подумаете, что я рофлю, но я обожаю леопардовый принт. Вот такая вот рубашечка леопардовая. Я ее взяла чисто как накидку, например, какой-то топ, джинсы и сверху леопардовая рубашка. Следующее. То, что я тоже хочу подкоротить. Я очень давно, уже как полгода точно, хочу, знаете, такие кофты актуально короткие на резинке внизу. И расстегиваться здесь немного. Вот то же самое. Я нашла, наконец-то, себе такую кофту, но черную. Я хотела, конечно же, там бежевую или белую, но, блядь, она очень приятная. В общем, я ее хочу подшить, ушить, точнее, блядь, нет, подшить, подкоротить и вшить туда резинку. Еще одна кофта, которую я хочу тоже укоротить. Но я не знаю, все-таки буду я ее укорачивать или нет. Вот такая вот зеленая, типа как свитшот, но свитшот с пуговицами и с воротником. Не знаю, можно его отнести к свитшоту или нет. Стоит мне его обрезать или все-таки оставить так. Напишите мне в комментарии, стоит ли эту хрень подшивать. Дальше у меня идет платье, но его, скорее всего, не я буду ушивать, а моя мать, потому что тут я уже не справлюсь сама. Одно дело что-то укоротить и подшить, я это смогу изи, а другое дело, когда у меня, ну, опыта мало. Я давно себе такое искала, но, к сожалению, блин, сейчас не лето, оно полностью нулевое. Его нужно ушить мне немножко в талии. Ну, дальше немножко такая вот простоватая кофточка. Блин, вот это вот все вещи, то, что я вам только что показала, я не помню, сколько они стоят. Поэтому, видите, если бы я помнила, я бы сказала вам. Обычный свитер, обычный теплый свитер от H&M. Чисто такое, чтобы было что зимой надеть, потому что у меня нету коротких свитеров. А я себе давно ищу какие-то короткие свитера. У меня когда-то был очень классный свитер от Dolls Kill, розовый, очень короткий. А я, дура, его взяла и продала, потому что он розовый. Спортивные шорты, пума, с лампасами. Я их чисто взяла так, я не знаю, буду ли я их носить летом, а, скорее всего, я их буду носить дома, как домашние. Раз на меня по размеру, только они длинные, их бы подкоротить и было бы вообще заебись. Помните, я говорила вам за леопард? Вы думаете, я пошутила? Нет. Я давным-давно себе искала штаны или лосины леопардовые. Боже мой, Озгар, что за джунгли, что за бескусица? Мой стиль, мои правила. Короче, я эти лосины хочу просто носить с какими-то массивными черными кроссовками, ботинками и с какой-то оверсайзной футболкой черной, с каким-то принтом, наверное. Короче, что-то типа этого у меня в голове, на самом деле это все выглядит уебищно и, скорее всего, лосины я буду носить дома. Но они стоили каких-то 10 гривен, в чем проблема? Обычная такая кофточка, наконец-то я себе нашла короткую кофту, водолаз. Кер его знает, что это вообще за фирма, какой-то ноунейм опять. Дальше, знаете, вот это вот сейчас актуальненько, такие вот огромные футболки оверсайзные, где, например, напечатано там Хана Монтана, со всякими исполнителями. В общем, я нашла себе, я очень сильно хотела себе такую футболку, и я нашла себе с Майклом Джексоном. И они именно, знаете, такие, которые блестят, и оно тоже блестит, посмотрите. В общем, такая вот футболка, и сзади еще. И мы подходим к концу, наконец-то. Я когда увидела новые сумки от Раджет, или как они, Раджет, Раджет, неважно, Раджет вроде бы, я увидела у них огромный шоппер и маленькую сумочку, пушистую, розовую. Сразу же себе захотела такую, была в поисках, буквально, буквально через пару дней я была в поисках розовой, пушистой ткани какой-то, мягкой, или не пушистая, как это называется, плюшевая, что-то типа этого. И в итоге я чисто случайно среди белья нахожу вот это. Это не кусок ткани, это какая-то вот такая вот, видите, хрень, видимо, греть руки, или на что-то еще. Я не думаю, что это шанс, потому что оно не растягивается, сейчас не хочу на мне макияж, сейчас все испорчу. Что остается с этим сделать? Я просто здесь сошью вместе, вшью сюда замочек какой-то розовый, белый, или вот фиолетовый нашла, но я хочу все-таки белый себе найти. И у меня есть как раз цепь, и все, и сумка готова. И мы приступаем к самому важному, то, ради чего мы здесь собрались. Итак, показываю сначала лифчик. Можете меня осуждать, обсуждать, обсирать и тому подобное, говорить, о боже мой, фу, одно дело то, что ты покупаешь вещи в секунде, так ты еще покупаешь белье. О, да, я покупаю иногда белье в секунде, но при этом я покупаю его и в магазине. То есть, например, те же лифчики, они у меня из секунда, либо мне присылают по сотрудничеству. У меня есть лифчики с китайских сайтов, у меня есть лифчики, которые шили для меня на заказ, и у меня есть лифчики, которые из секунда. Мой мешочек белья, потому что мне его негде держать. Но это не все. Да, я купила еще за последнее время 4 пар трусов, но при этом я еще купила 2 пары из магазина, потому что у меня дефицит трусов оказался, и я не поняла, куда они все деваются. Обычные черные от Glass, или как это читается, sorry, я не знаю. Эти я взяла вообще по приколу. Они были полностью нулевые с биркой. Взяла себе еще такие вот няшные. Тут были бантики, я их чекнула, потому что они меня раздражали. Такие вот тоже леопардовые. И у меня никогда не было стрингов, и я решила рискнуть купить себе, потому что я нашла нулевые, красивые белые, и подумала, а хули нет-то? Вот обычные стринги, которые вы увидели на превью. Боже мой, Озгар показывает трусы! Мне вас очень жаль, когда для вас обсуждение белья это табу. Вот эта вот вся гора одежды закончилась, но осталась одна последняя важная вещь. Вот обувь, за которую мне говорили, мол, Озгард легче выкинуть, чем ее пытаться восстановить. Во-первых, я купила ее очень поношенностью, 160 гривен в секунду. А во-вторых, вместе со всеми красками, которые я купила, я потратила 460 гривен. Мне бы сделали бы чистку, покрасили бы их за 350. Это было бы типа на все время, плюс 350, плюс 160, это будет у нас 510 гривен. Я потратила 460 на всякие краски и прочую хуйню. И знаете что? Мне еще эта вся краска пригодится и останется мне на потом. Пишите в комментарии, как вам моя восстановленная обувь. Они выглядят просто, блядь, как новые. И напишите мне, пожалуйста, в комментарии, какие шмоток вам больше всего понравились. С вами была важная персона Александра Озгард. Всем котиков, компотиков и до следующего ролика. Продолжение следует...